Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волокна Пару! Сейчас мы будем рассказывать про бандеролику Арифлейм, но сначала мы расскажем, почему мы снова сидим и рассказываем про бандеролику Арифлейм, а не ходим где-нибудь по улице и... А почему сидим и разбираем? А потому что мы сегодня... Да что она пришла сегодня? Нет, еще потому что мы сегодня весь день к поездке готовились и такими административными вещами занимались. Вот мы уже даже начали собираться. Я не знаю, первый раз, наверное, за миллион лет мы не в последнюю ночь начали собираться. И слава богу, потому что мы половину проводов не могли найти уже. Был такой, знаете, изумительный квест. Квеш по всей квартире, ищешь проводочки. Да. Или зарядки какие-то. В итоге свою зарядку нахожу у Ани. Аня находит вообще черти где. В общем... Еще мы составляли маршрут экскурсионный, и у нас наушники, оказалось, не работают. В общем, наушники искать. Это был дурдом, который снимать было абсолютно скучно. Поэтому мы рассказываем про бандерольку Арифлэйм. Да, но она такая, скромненькая. Как всегда. Wellness bag для женщин в двойном размере. Этому дала и этому дала. Этой женщине и этой женщине. И, как всегда, нутри комплект для волос и ногтей. Классные витамины, которые нас поддерживают. Ну, давай свою. У меня так мало. У меня тоже мало. Я взяла корректор. У меня закончился корректор для глаз стойкий. Реферский. Бася, перестань. Светлый номер у него. 31-166. Вот такой. Фу, фу, фу. Давай. Я взяла, как всегда, когда они идут со скидкой, два крема для рук. Это крем антивозрастной. Он борется и с теми пятнышками на руках, которые есть, пигментными. И препятствует возникновению новых. А это замечательный крем. Он называется защитный, но он очень жирный, хороший. В общем, хорошо ухаживает за руками. Тебе они нравятся, да? Да, вы знаете, что я их просто обожаю, всегда их беру. Они тебе нравятся больше, чем нитраджина. Я просто на момент нитраджину покупала. А почему? А я не знаю. Я же тут рассказываю все время, что перехожу на какие-то новые средства, а потом обратно возвращаюсь. Не знаю почему. Вот такая. Я взяла снова по полной цене. Вы представляете? Мне, наверное, надо сразу 15 штук брать. Смотрите, на 125, что 15-я? Промакивалки, салфетки от Жанны. Калька, короче говоря. Возьми кальку, настрогай. Это неправда. Нет, это неправда. Давай, следующий. Я взяла... У меня сегодня еще так интересно получается. Взяла вот такое средство, которое я всегда беру. Это увлажняю... Ой, как это? Средство для роста ногтей. 31032. Обязательно номер, да? Для всех, кто хочет узнать номер. Это по уходу за ногтями. И взяла два пузырька сразу, потому что наверняка они будут... Подожди. Так же быстро расходоваться. Это новый увлажняющий какой-то бальзам. Как он называется? Пахнет неплохо. Как он называется? Увлажняющий гель для ногтей. Да, увлажняющий гель. По поводу того, что написали, что я что-то не разбираюсь в увлажненности. Это был сарказм вообще. Да вы знаете, вот то, что вы рассказывали, вообще-то, это удаляется жир с ногтей. А что рассказывали, многие наверняка не знают даже. Ну, то, что нужно обезжирить там и так далее, и так далее. Это обезжирить. Это не бывает переувлажненных ногтей. И это просто наши мастера пытаются оправдать свое неумение. Оправдать свое неумение. Потому что вот Ане здесь делали наращивание. Мне здесь делали наращивание, я здесь делала шелак. У меня ничего не держится. Причем я делала в разных салонах. В разных салонах, да. Это не значит, что они в чем-то разбираются. А то, что обезжиривать надо, ну, это нужно делать и для того, чтобы просто лак обычный нанести. У нас есть даже средства специально для обезжиривания из кика. Нулевой как бы этап. Это мы в курсе. Ну, так что ты там делаешь-то? Я увлажняю ногтевую пластину и кутикулу. Подожди, поверх лака, что ли? Не знаю. Что ты делаешь? Сидит, что делает, действительно. Я не знаю. Она очень быстро впитывается. Увлажнялка это, да. Ну ладно. Да, очень приятненькая такая. А, я-я-я-я-я-я-я-я. Да, кстати, как пахнет-то? Ту-ду-ду. Очень прикольно пахнет. Прикольно? Да. Это мыло для рук. Оно было со скидкой. А, гель мы до этого взяли тоже со скидкой. Большую бодину. Я ему. Он нравится. Давай, поднимкаем еще раз. Думаешь, это по-другому пахнет? Приятненько очень пахнет. Да. Но совсем не оливой. На чем-то приятнее. Не оливой, да. Алоэ больше, чем оливой пахнет. Алоэ? Да. Ну, уважаемо. Но очень приятненько пахнет. Я пользуюсь в основном пенками для рук и гелем, мылом. Гелем в гелевой форме, в общем, для рук. Жидким мылом. Да, жидким мылом. Поэтому все вот эти жидкие мыла, которые мы покупаем, это мне. Я жидкое мыло не люблю. Да. Мне все равно руки какие-то не промытые остаются. А у меня очень сохнут руки от обычного куска мыла. И я ставлю это мыло во всех трех местах, где у нас есть раковины. Я взяла спонжики, такие треугольные, которыми я подчищаю всякую декоративную косметику. И спонж коньяку, который мне тоже порекомендовали за 50 рублей на Алиэкспрессе. Но я не рискую там такие вещи. Все, что для лица, все-таки я не рискую в таких местах покупать. А, у меня последняя вещь. Я взяла себе сережки. Сережки должны быть рутыни. Да, сейчас мы их даже померим. А то я что-то в прошлый раз-то тупанула, а сережки не померила при вас. Ой, какие они большие. Ой, какие они странные. Да, я почему-то думала, что они будут... Я думала, они перламутровые. Я думала, что они будут впуклые, а они выпуклые сейчас. Впуклые? Да, я почему-то думала, что это как бы будет гнутый. А я думала, что они перламутровые. Ну, в общем, непонятка. Но мне кажется, все равно они симпатичные. Они красивые. Да, сейчас мы их помырым. Они тяжеловаты мне кажется. Золото, бриллианты они так и должны весить сейчас. По-моему красивенько. И так прозрачненько, ненавязчиво. И на волосах на твоих видны. Да, потому что мне когда темные я покупаю абсолютно, ну не то что не идут, они не видны у меня в волосах, а мне нравятся длинные вот эти сережки носить с распущенными волосами. Ну что? Химподненько, по-моему. А я взяла вот в новой коробочке, в очень красивой баночке. Это смягчающее средство. Рифлэймовское, которое основной код имеют 1276. Это совсем черникой, сказали ли? Да, должно черникой пахнуть. Черникой. Ну ничего, приятно пахнет, да. Ну, во всяком случае, не чем-то там карамельным или еще что-то такое. И вазелином не отдают. Обычно чем-то вот таким вазелином отдают. И последнее, это щеточка для рук. Вы, по-моему, даже видели, как мы ее выбирали в таталанке. Одна у нас лежит вот в нижней ванной. Теперь я верхнюю ванну взяла, потому что там нечем руки мыть. Действительно, а ты же все время их драешь щеткой. Драешь их щеткой. После собаки, когда я ее там с утра помну, почешу, мне нужно обязательно щеткой помыть руки. Анька смеется, потому что ты говорит, мама, ты же все равно ее тискаешь. Да мало того, она спит в кровати. Ты все равно тыкаешься носиком в нее. Все равно, все равно. Очень нелогично все. Все очень нелогично. В общем, нам осталось поспать совсем, наверное, 4 часика. Я даже не представляю. И мы будем дальше готовиться к отъезду, потому что еще очень много всего нужно сделать. Как всегда, все в последний момент. Момент. Мы даже не знали, что какие-то такие вот сложности появятся. Да. В общем, непредвиденные совершенно. Абсолютно непредвиденные сложности, потому что мы потом вам расскажем, почему. Вот. Но завтра я должна пойти взять сим-карту, чтобы у нас там был безлимитный интернет в телефоне. Потому что сейчас у, не помню, у кого, у Мегафона, по-моему, да, вот эта вот фигня, я уже просто ее заказала. Ну, как ты расскажешь. Ну, да, я завтра более подробно расскажу. Вот. И мне нужно еще купить этот, я сейчас вспомнила, для тебя это будет новость, раствор для линз, мне еще надо купить. Действительно новость. Видите, как приятно, что благодаря вам я узнаю что-то новое, остающееся меня. Дубое, да. Вот так вот. Ну, что? А, и еще мы заказывали сегодня на аэроэкспресс билеты. Оказалось, что теперь можно на аэроэкспресс, у нас в Москве есть аэроэкспрессы, которые довозят до аэропорта. И оказалось, что теперь можно аэроэкспресс заказывать билеты просто вот в телефоне. Ну, я не знала. Вот. И очень прикольно. Мама говорит, а где мы билеты возьмем? Я говорю, а мне тут штрих-код дали, типа просто приложил телефон и штрих-код считался. Да, и мы взяли сразу билет туда и обратно. Да. И билеты действительно в течение 30 дней. И дешевле получается, потому что туда и обратно так стоит 1000 рублей, а мы взяли за 840 рублей, то есть на человека. 160 рублей? Какая разница? Ну, на двоих, между прочим, 320. А, это на двоих? Или на одного? На одного экономия 160 рублей, на двоих 320. Ну, вот ты бы сразу мне так объяснила, я бы сразу возрадовала. А что 160 рублей это не деньги, что ли? Вообще, такие волосы. Вообще, все, что сейчас заказывается через интернет, абсолютно все получается дешевле. Билеты вот на выставки на различные, вот, пожалуйста, на аэроэкспресс, еще куда-то там. Да, так что мы будем вообще, нам не надо ни в очереди стоять, обычно там очереди или там еще что-нибудь, а мы будем так раз-раз, все прошли. Я надеюсь на это, потому что мало ли что, они скажут, а почему вы не распечатали этот билет? Я не знаю, что еще бывает у нас в государственных учреждениях. Ой, напишите, пожалуйста, как вы собираетесь в поездке? В последний момент или вы за месяц начинаете собираться? Вот у меня уже страсть сегодня просто, я вся в страсти. Я хочу вам сказать, что когда мы вот ездили на конференции, там одно берешь. Угу. Я всегда возила с собой штатив и камеру, потому что я все мероприятия снимала, на это тоже, в общем, много времени уходит, вот это все собрать. Диктофоны я брала с собой, сейчас мы берем другое, но сейчас еще больше проводов и всяких гаджетов и всяких тигней. Ну потому что раньше не было столько всего. Например, нам не нужно было, ну раньше не было инстаграм, не было ничего такого, не нужно было. Да, мы раньше брали меньше лекарств, у нас меньше болячек было. Сейчас мы уже целую кучу этих лекарств набрали, тоже ходим собираем по сусекам скребем, в итоге оказалось, что завтра все равно нужно в аптеку идти. Да. Что еще? В общем... Да, косметики и шмоток мы еще не добрались. Не-не-не-не-не-не. Не, ну шмоток мы будем брать очень мало, потому что всего 5 дней, даже 4,5 получается там. Вот. Ну напишите, как это у вас все происходит. Спать очень хочется, ребёнок глазки отрёт, уже невозможно просто. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко и желаем вам доброго утра. Всекиего дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok